Всем привет, дорогие друзья! Это с вами мы продолжаем играть в Вейвен Голаню. В прошлой серии мы с вами основали вот такую небольшую милую поселенницу, куда надо теперь пригнать энное количество беженцев. У нас осталось беженцев, а мы не успеваем по времени. Классные вводные. Сегодня мы будем пытаться решить эту незаврядную интересную задачу. Поехали! И высокий уровень преступности у нас. Ладно, давайте теперь начнем с ряда решений некоторых вопросов. Ну, потому что без решения сих вопросов... Да, у нас тут преступность просто, мое почтение, процветает. Процветает преступность. Надо минимум три патрульных точилы забахать для решения такой интересной задачи. Значит, что у нас здесь? Медь железа... Мы что-то даже немножко все равно не успеваем. Значит, нам надо еще больше тогда. В таком случае нам надо еще больше. Надо еще больше ускориться. Сейчас мы ускоримся. У нас есть некоторые проблемы по жратве. Части они связаны с тем, что сейчас зима. А части с другими проблемами. Так, что у нас еще тут? Давай, смотрите. Миграционный центр. Новых колонистов за рейс. Еще колонистов за рейс. И еще... А здесь КПД почему-то 88%. А, это торговый центр. Потому что... Понятно. Ладно, что у нас здесь, в следовательском центре? Здесь у нас антароя каша изобретается. Угу. Ладно, давайте создадим розничный магазин для наших ребяточек. Пункт дезактивации у нас тут есть. Значит, поставим где-нибудь здесь пункт раздачи стимуляторов. Еще нам нужно пару закусочных бахнуть. Одна пусть будет вот здесь. А вторая пусть будет... Вот здесь. Вторая будет работать в режиме бестро. Кстати говоря, можно улучшить. Все у нас с жратвой. Жратвы катастрофически не хватает. Надо что-то с этим делать. Давай улучшим теплички. Благо у нас есть ресурсы на улучшение тепличек. Арбуз, правда, хреновато растут немножко. Значит, тепличка у нас и так уже улучшена. А вот это нет. Значит, улучшим еще пару тепличек. Так, с жратвой проблема решена. Это у нас решено. Безвозвратно я покину родные края. Значит, сюда мы бахнем сейчас в центр виртуальной реальности. Потому что пчубы не бахнуть. Закусочные у нас уже готовы. Больницу можно тоже, в принципе, улучшить. Значит, геотермалку можно улучшить. Это улучшить. Склад улучшить. Что у нас тут еще? Этот склад у нас и так неплох. Но мы его сейчас еще улучшим. Склад еще улучшим. Жратва в каком... Так, жратва у нас по-прежнему не очень. Ну, вроде как, наступило лето. Но жратва все равно не очень. Лето наступило, а жратва не очень. Что же с этим делать? Мы не знаем. Очень. Так, давай вот так вот сделаем. И забахаем сюда еще пару ферм. Ну, в принципе, с кино получается. А что можем делать с этим? В основном нас интересует пока кино. А здесь кто-нибудь работает? В принципе, работает. Но не очень. Опять же. Значит, неплохо было бы бахнуть вокзалец. Куда-нибудь. У нас здесь везде есть сети. Хаверкар-станции. Если только куда-нибудь сюда его бахнут. Или вот сюда вообще. Здесь две хаверкар-станции. Здесь тогда их придется обер забрать. Ладно, давай мы их утилизируем. Здесь живут до хрена людей. В такой штуке. Поэтому история с ее созданием, она неплоха. Еще нам нужно будет еще где-то место для ожительства этих ребят. Давай им куда-нибудь вот сюда его бахнем. Теперь со стациями хаверкаров. Куда их можно поставить? Чтоб они не мешали. Давай вот сюда поставим. Здесь у нас и так уже есть. Сюда можем поставить. Куда-нибудь сюда наверняка можем поставить. Давай, чтобы у нас прям все было четенько. Здесь все неплохо. Это мы сейчас улучшим. Обнаружены споры по губам. Нам насрать, у нас все хорошо. Буря осколков нам, в принципе, тоже насрать. 500 человек. Ну что ж, успеем или мы не успеем? Давайте думать. Возможно, нам нужно больше иммиграционных центров. Если нам прибывает 9 за рейс. Либо вообще какой-нибудь космолифт построить. Но для него нужно очень много юнитов. Давай-ка мы, наверное, начнем с мельницы и химзавода. Поставим мельницу и химзавод. Потому что почему бы и нет. Споры по губам, блин, пошли не туда, куда мне надо было идти, чтобы они пошли. Давайте-ка мы сделаем тогда вот так. Еще нам надо поставить шахту для майнинга криптовалют. Вот сюда. На шахту для майнинга криптовалют, кстати, надо будет поставить фильтры. Да плевать, это мы сейчас микробсов, мы сейчас победим, не ссать. Что у нас? Качество воздуха, говно, да? Я догадываюсь, почему. Нам придется вот здесь вот все это дело выкрутить. Качество воздуха здесь действительно полное говнище. С этим невозможно спорить. Или сразу фильтры ставить, что-то даже не знаю. Где у нас еще качество воздуха полное говнище? Здесь вроде ничего так. Хотя, как сказать. Давай мы сюда поставим фильтр. Где еще говнище? Здесь, да, говнище? Да, вот сюда поставим фильтр. Эх, так, здесь вообще полное говнище. Значит, поставим фильтр еще и туда. Еще один. Что у нас с электричеством? Электричество в жопе. Электричество надо все качнуть. Вообще все. Это у нас и так уже прокачено. Значит, торий там добывается. Или не торий, как он там называется. Без разницы, в общем. Штука. Штука там добывается. Отсюда мы тогда заделаем вот такую вот вещь. И поставим, наверное, еще... Ладно, по крайней мере, дешевый. И поставим сюда фильтрец. И сюда еще один. Значит, забахаем два фильтреца. Время у нас вообще не ждет. Значит, что мы можем здесь включить? Значит, будешь производить всю хрень, которую только сможешь. Я бы не сказал, что у нас прям дофига всего ты можешь производить. Скорее всего, сейчас придется все вот это вот достроить. Чтобы мы могли это делать. На нас только ресурсов не хватит, чтобы мы могли все это построить. Пшеница. Тем более, она здесь растет как говно. Ну, а что делать? Ладно, ставим пшеницу. Ставим вот такую вот штуку. Вот такую вот штуку. Ну, как ставится, так ставится. Что поделаешь? Значит, такую вот штуку. Нам по-любому надо все это дело добывать. Иначе у нас не будет и на производство нужных нам стимуляторов. Они нам нужны. Чтобы люди были счастливы. Опять спор и пагубы. Насрать вообще совершенно. На спор и пагубы. Вот там червяга, что ли, пришел? О, червяга пришел. Инфекция пагубы. Ну, бывает. 750 человек. Ну что ж, мы понемножечку вроде подравниваемся. На звездный блеск нам не хватает, да? Ну, все остальное вроде начали производить зато. Теперь давай посмотрим по жителям. Значит, что у нас получается? Что? О, а, да, это заражены, да, мы знаем. Мы знаем, что они заражены микробами, не гунди. Это мы все прекрасно в курсе. Да не распространиться все. Не переживай. Ты так и не переживай за нас. У нас все будет хорошо. Значит, нам нужно, я думаю, что еще энное количество центров иммиграционных. Я подозреваю, что еще пару штук нам, в принципе, будет неплохо построить. Теперь надо расселить где-то этих ребят. Небоскреб второго уровня. Наверное, вот здесь где-то. Что с очистителями? Они нормально сработают? Вроде да. Надо еще очистители вот сюда воткнуть. Так, что у нас еще очистителем не перекрывается? Вот эта часть. И вот эта часть. Вот это перекрывается, но тоже так себе. Давай мы еще вот так вот сделаем. Значит, что у нас с полицией? С полицией что-то как-то беда какая-то. Дрон полицейский. Так, улучшить. 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 И еще улучшить. Что с водой? Дезактивация. Нам по воде еще недурственно было бы поставить очистные сооружения. Наверное, парочку очистных нам надо бы поставить. Сейчас мы на них поставим немножечко повыше приоритет. Чтобы было почетче. Так, вопрос с водой решен. Вопрос с жратвой, по-моему, решен не очень. Мы сейчас поставим еще пару складов. Вот сюда. Ладно, один хотя бы. И скорее всего вопрос с жратвой тоже будет решен. Хотя, как сказать, как сказать. Да, может и не будет решен. Скорее всего придется еще теплицу на кино оставить. Давай, как минимум, парочку теплиц на кино заделаем. Две теплицы на кино. Ну, а что так плохо-то? Почему с так, такое дикое потребление? Потому что зима была. Так, еще десятку кино. Давай отсюда будем добывать. А мы все сделаем. Не ссать. В чем проблема? Мал воды. Ты хорош. Реально очень низко. Ладно. И там у нас хорошо вода произрастает. Хорошо произрастает вода вот здесь. 19 воды отсюда можно аж добыть. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, погоди. Сейчас мы поставим максимальный приоритет на водокачке. И все у нас будет. Водяной насос, водяной насос. Все, опять проблемы что-то с водой. Да хорош. 16 литров воды. Здесь 19 литров воды. 19 литров воды, но нет подключения. Давай еще сюда поставим. Окей. И приоритет повыше среднего. Что вам, ребятки, не нравится? Еще. Миграционный центр. 9 колонистов за рейс. Ну, нам нужно... В принципе, нам нужны колонисты. Нам нужны колонисты. Для этого нам нужны иммиграционные центры. Получается, еще. Нам нужно их... Чтобы их сажалось гораздо больше. Этих самых колонистов. Давай еще вот столько поставим. Центров иммиграционных. 96%. Ничего себе, какие у нас счастливые жители. Вот это красота. Красота. И два кота просто. Вопрос только, есть ли им где жить. Давай еще один небоскреб сюда бахнем. Наверное, еще один придется небоскреб сюда бахнуть. Небоскреб сюда и небоскреб сюда. Нам надо экспортировать потребительские товары. Но мы их даже не производим. Здесь, в принципе, все путем. Сеноблеск. Давай улучшим, что ли. Поставим прилететь чуть-чуть повыше. И здесь прилететь чуть-чуть повыше. И давай тоже улучшим. Тогда вот сможет производить еще и... Так, у нас есть еще нан-препараты. Насчет вакцины от пагубы, я хрен его знает. Она, наверное, не сильно нужна. Нужен нам еще один небоскреб? Скорее всего, да. Скорее всего, он нам пригодится. Просто тупо, чтобы им было где жить. Потому что не факт, что им будет где жить. Значит, давай еще сюда поставим домик вот такой. Ну, по жилью, скорее всего, норм. Теперь нам нужен косарь человек. Так, смотрите, мы подравнялись. Подравнялись. У нас это все поднимается. Все у нас выполняется. Что им еще надо, собакам таким, может быть? Всего колонистов 779. А может их быть сколько? Сколько у меня жилья? Так, надо что-то с этими червягами делать. Это хорошая новость. Твои граждане выглядят счастливы с твоей перформацией. И я думаю, что у вас есть хорошая возможность победить. Давай мы сюда поставим пушку. Сюда поставим пушку. И сюда поставим пушку. Будем, во-первых, осколки отстреливать. Во-вторых, червягу. И, по-моему, у нас опять проблемы со складскими помещениями. Значит, нам нужен еще один склад вот сюда. А то, может, даже и два. Чтобы спокойно все это дело складировать в себя. Потребительские товары я пока не хочу производить. Это, конечно, здорово, производить потребительские товары. Но я думаю, что мы и без них пройдем. Вполне себе. КПД, причем, у нас отличный. Прям вообще отличный. Ммм, Великая Депрессия. Какое-то достижение мне дали. Как раз, кстати говоря... Так, походу, нам придется поставить зориумный генератор таки. Давай, поставим его вот сюда. Рядом с зориумным генератором воткнем два фильтра сразу. Давай, дашь три. О, 66% голосов. А че так плохо-то? Потому что электрика закончилась. Ну, видимо, да. Высокий уровень преступности опять. Да шо ж такое-то. Ух, нихрена. Действительно высокий. Ну, ладно. Сейчас мы решим вопрос у вас с высоким уровнем преступности. А то ишь, че захотели. О! Не, ну в генератор-то зачем, сволочи? Значит, здесь у нас был высокий уровень преступности. Здесь был... Давай вот здесь вот еще поставим дрон полицейского. Где еще высокий уровень преступности? Вот здесь? А шо, в теплицах воруете помидоры, что ли? Будете воровать помидоры в теплицах? Лишу чего-нибудь. 10 энергий, кстати говоря, требует один полицейский участок. Ни хрена себе. Блин, поддерживать правопорядок не так-то просто. Где червяга? А, спрятался до сыш червяга. Конечно, сыш. Не, ну мы справились и довольно просто. С этим, с этой задачей интересной. У нас, правда, вода заканчивается. Опять. Опять заканчивается вода. Придется ставить насосы. Раз насосик, два насосик, три насосик. Четыре насосик, пять насосик, шесть насосик, семь насосик. Все, мы победили? По-моему, мы победили. Командор, на переговорном канале. Как идет исследование Куба? Дело прошло новат. Кажется, мне удалось расшифровать вторую главу. Давай глава, да. Сколько тут всего глав? Уверенности нет. Думаю, по меньшей мере, двадцать. Ладно, если я правильно помню, вы сказали нам, что раса, некогда жившая на Айвен Прайм, получила предупреждение, что они могут исчезнуть. Скоро взорвется сверхновая, у вас есть десять лет на то, чтобы записать свое завещание, после этого все уберет от радиации. В пределах восьмидесяти восьми тысяч слов. Да, они назвали это последние слова. Судя по второй главе, у них малость крыши поехала. Начались войды. Да, вышло нехорошо. Можно было ожидать, что они захотят прожить последние десять лет мирно. Взгляните с их точки зрения. Их ждала полная гибель, так что терять им в любом случае было нечего. Но какой смысл драться теперь, если мы все равно умрем? Книга. Восемьдесят восемь тысяч слов, которые можно отправить другим инопланетным расам в качестве своего завещания. Ааа, строители. Хорошо. Многие пришли к такому выводу, если через десять лет все равно помирать, так почему бы не провести оставшееся время в попытках что-то изменить? Последние слова должны были стать единственным, что переживет их, и поэтому единственным, что имело значение. Сколько народу полегло из-за какой-то книжонки? Да, если так сказать, звучит довольно дико. Но опять же, с их точки зрения, представьте, что вы родители, и у вас большая семья с семью детьми. А вы висите на орбите в корабле с неработающим двигателем, который скоро рухнет на планету. И перед смертью вы можете послать семье только одно сообщение. В такой ситуации любой попытался бы получить это сообщение и расшифровать его. Понимаю вашу точку зрения. В начале у них было множество политических фракций, как у нас когда-то было на земле. Либералы, консерваторы, социалисты и еще парочка других. У всех разные мысли касательно того, как рассказывать свою историю. И они попытались договориться, но в итоге переговоры были сорваны. Итак, они взяли и начали драться? Да, но была и другая партия. Это было очень архаичное движение, нечто среднее между политической партией и сектой. И тут в их голове все закипело, поскольку в их священном писании было около 85 тысяч слов. Их фракция была намного меньше, чем другие, но они были гораздо более жестокими. Объем в пределах трех тысяч слов убедил их, что будет знак от их безумного бога Осьминога, желающему, чтобы в качестве последних слов они использовали собственную священную книгу. Плюс еще три тысячи слов по истории их секты. И чтобы этого добиться, они готовы были убивать. Что? Нет. Так что они начали войну и убили около миллиона человек в процессе. Мать моя, они победили? Пока точно не знаю, перевод еще не завершен. Это отличная работа, Джек. Держи нас в курсе происходящего. Теперь я главнокомандующий, еберный театр. Теперь я чемпион Арида. Ну что ж, мы прошли эту миссию. Вот такие бы молодцы. Ладно, давай посмотрим, что у нас теперь будет дальше. Теперь у нас дальше Келори Стрэнд. Келори Стрэнд. Пролегает вдоль одного из внутренних морей. Это место выбрано для колонии, потому что вы можете успеть... Успеете уничтожить гнезда спор-крипа и пагубы, прежде чем они вас почуют. Массированное наступление пойдут в массированное. Короче, это будет замес. Ну что ж, в следующей серии тогда выясним, что там за замес. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры создавал DimaTorzok